Девушки отдыхают Не в карму свою он отягощает, а просто когда человек больной, особенно тяжело больной, во-первых, хочет он или не хочет, он в любом случае превращается в вампира. То есть он откачивает жизненную силу от любого человека, находящегося в этом помещении. Поэтому, когда много людей, скопившихся больных в одном помещении, это превращается в катастрофу. Они погибают гораздо быстрее, чтобы жили бы отдельно, находились отдельно. Потому что если человек находится, допустим, на природе, вокруг леса и так далее, он может поддерживаться за счет энергии деревьев. Они часто поддерживают человека. Может, сами кто-то наблюдал, часто бывает, человек плохо чувствует, делает себя в лес, пройдет по лесу, подышит в лес, чувствует гораздо лучше. Не только свежий воздух, а то, что попадая в единое поле леса, лес, если человеку не нравится, между прочим, он его очищает. Вот эту гадость смывает. А когда больные скоплены в больницах, и это уже не один день проходит, месяцами, годами в одном месте, там уже деформирована планетарная структура в этом месте, и больные загибаются там гораздо быстрее, чем если бы они не находились там. А здоровый человек, находясь рядом с ними, во-первых, подвергается тому, что у него откачка жизненной силы идет очень сильно, а второе еще идет влияние вот этих искаженных полей. Человеческий организм, он же как? Мы жесткой колонии миллиардов клеток. Они согласованы между собой и сохраняют свою независимость, индивидуальность. Но когда человек находится рядом с больным организмом, где это все сильно нарушено, этот другой организм тоже влияет на здорового человека и нарушает функции. И очень часто люди, которые работают, допустим, больными и раками, сами получают рак. И так далее, и так далее. Именно с этими причинами. Но это не значит, что карма у них появляется. От того, что не понимая механизмов развития болезни на всех уровнях, медики взаимодействия с больными людьми попадают под законы реальные, которых они даже не подозревают, и становятся жертвами того же самого. И к тому же, всегда вы заметили, что люди, которые, те врачи, которые душевно относятся к людям, заметили, да, они получают болезни и погибают гораздо быстрее, чем те врачи, которые безразличны к людям. Это тоже правда. Почему? Потому что, когда человек открывается своим сердцем и постарается реально помочь, то степень влияния других на него резко возрастает. А тому, как он дал лампочки, он, как говорится, ничего почти не теряет. И поэтому на него это не сказывается. Поэтому, так сказать, здесь действительно влияние такое существует. Но это не то, что карма. Это просто связано с тем, что организм нарушает функцию здорового тоже. Сейчас, перед тем, как с вами распрощаться, значит, в ходе обсуждения появилось, поступило нескольких разных типов просьб, друг друга исключающиеся. Допустим, одни просили, ну, это в основном женщинам касается, освободить их от последствий абортов по возможности. Я это сделаю сейчас. Другое, освободить от отпечатков. Я тоже постараюсь это сделать. Так что, те, кто из женщин, кто хотят освободиться от последствий абортов, сейчас просто настройтесь. Мужчинам не настраиваться. Иначе может произойти катастрофа. Шутки шутками, а в каждой шутке из доли шутки. Вот, поэтому женщины, которые задавали вопрос и желающие к ним присоединиться, пожалуйста, просто настройтесь. Сейчас я поработаю с вами, а потом поработаю те, кто желает освободиться от отпечатков, а потом уже со всеми остальными, кто хотят освободиться от открещения, там, блокировок и так далее, и так далее. Уже со всеми, там уже и мужчины, и женщины одинаково можно использовать, работать. Хорошо. Те, кто не хотят освободиться от последствий абортов, пожалуйста, подумайте об этом. Сейчас поработаем. Так, ну вот, теперь те, кто отпечатков, тоже женщин только. Так, ну вот, тоже. А теперь, так сказать, все, кто хотели, кто спрашивал, опять-таки, отпечатки, так сказать, от крещения, блокировки. Все, кто желает, попробуем помочь с ними от них избавиться. Так что, тоже, кто желает, кто не желает, пускай остается с чем совсем. То есть, никто не будет против вашей воли. Значит, все, кто хочет, просто подумайте, от чего вы хотите избавиться. Я вам сразу помочь. Так, ну вот. Так, ну я, сейчас у нас уже время подошло, поэтому, так сказать, я хотел полагать всех вас сегодня, что вы нашли время сегодня прийти, надеясь, в чем-то мои ответы помогли вам разобраться. К сожалению, конечно, опять-таки, это не целенаправленная лекция по определенному направлению, это ответы на вопросы, но это именно встреча с читателями, и я отвечал на вопросы. Продолжение следует...